Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панау Семьбекова. Сурдоперевод Айгуль Стамбековой. Сегодня в выпуске. Связь с городом. В Тадукургане появились два автомобильных моста, связывающих город и окраины. Имидж госслужбы в приоритете. Около полутора тысяч чиновников Аматинской области привлечены к дисциплинарной ответственности. Проблема решена. 6 тысяч квадратных метров жилья построено по программе Норложер в Каратальском районе. Вопрос развития туризма не теряет актуальности даже в период пандемии. Об этом сообщалось на правительственном селекторном совещании с участием премьер-министра Казахстана Оскара Мамина. Ключевым аспектом стало развитие туризма в Алматинской области. Несмотря на пандемию, количество иностранных туристов за этот год составило почти 50 тысяч. Для увеличения этого числа обсуждались вопросы привлечения инвесторов в туристическую отрасль. Как стало известно, в ходе совещания многие инвесторы изъявили желание финансировать туристический кластер Алматинской области. В ближайшие несколько лет в эту сферу планируется вложить десятки миллиардов тенге. Немаловажными были и вопросы комфортных условий, не наносящих вреда природным богатствам области. Чтобы обеспечить удобство туристов и избежать ущерба для окружающей среды, предпочтение отдается экотуризму, то есть кемпингу и глэмпингу, комфортному жилью, не наносящему ущерба природным красотам края. Еще одним приоритетным вопросом стало состояние дорог к туристическим зонам. Некоторые из них находятся в неудовлетворительном состоянии, другие проложены в объезд. Все это негативно сказывается на развитии отрасли и способствует снижению потока туристов. Премьер-министр поручил исправить ситуацию, при необходимости использовав средства республиканского бюджета. Однако глава области Амадык Баталов заверил, что область справится с задачей собственными силами. Там дорога была, там же были совхозы, где выращивали лук, но она в плохом состоянии. Мы их проведем, чтобы не стыдно было. Хорошо, но может часть из местных дорог, а может из тех средств, которые будут выделяться, тоже используют. Лучше на ЛЭП, а дороги мы сами сделаем на линии электропередачи, если помогут. Хорошо. Документацию делайте. Все, мы внесем предложение и сами начнем, чтобы не дожидаются. В Татгургане введены в эксплуатацию сразу два моста на реке Каратал. Они обеспечат непрерывный доступ автотранспорту к дачным участкам Шайкорган и Красный Камень. Для соединения окраины с областным центром эти два объекта имеют важное решение. На церемонии открытия дачники выразили благодарность руководству области за скорое решение их главных проблем. С просьбой построить мост они обращались ранее к Акиму области Амады Кубаталову в ходе объезда им данного участка. Это был месяц февраль 2019 года. На очередном объезде Акима Алматинской области жители дачных участков Шайкорган и Красный Камень обратились с просьбой построить мост, который бы соединил оба берега реки Каратал. Дачникам они были крайне необходимы, поскольку по старым мостам проезжать автотранспорту было небезопасно. Они могли рухнуть в любое время. Тогда первый руководитель области пообещал решить проблему с аварийными мостами. Слова Амады Кубаталов сдержал. И вот спустя год оба моста сданы в эксплуатацию. На церемонии открытия Аким области присутствовал лично, чтобы поздравить жителей двух дачных участков с открытием новых объектов. Я сам видел тогда, что проехать автотранспорту было невозможно. Вынуждены были ходить по этому висячему мосту. Его мы не будем сносить. Останется в качестве исторического объекта. Покрасим и облагородим. В целом экономическое положение Алматинской области хорошее. Бюджет области в 2001 году был около 27 миллиардов тенге. Сейчас 760 миллиардов. Доходная часть бюджета формируется за счёт работы. Благодаря этому мы проводим очень большую работу по строительству новых объектов. Проводим газопровод, строим жильё, дороги и мосты. Поэтому хочется поздравить всех с таким замечательным днём. Такому событию особенно радовались и жители двух дачных участков Шайкорган и Красный Камень. Ведь им приходилось пользоваться висячим мостом, чтобы дойти до остановки общественного транспорта, которая находилась на другом берегу реки Каратал. Трудности были из доставка груза, говорит дачник Фархад Жумаканов. По его словам, они были вынуждены ездить по объездному бездорожью или же проехать через реку, когда уровень её немного падал, поскольку аварийный мост мог и не выдержать. Теперь же он рад, что главная проблема жителей этих населённых пунктов решена полностью. Когда уголь что-нибудь заказать или дрова, всегда через стройку уездили, тяжело было. Ещё и всё дорого было. А тут сейчас, видите, нам мост построили, кто здесь рядом живёт. Им всем хорошо, удобно стало. Проезжая часть теперь стала. Заезжать можно, уголь можно тот же привезти, дрова же так же. Мы рады, что нам мост построили. Большое спасибо. Радуются и другие дачники, которые живут здесь уже более 20 лет. Для них строительство мостов – это своего рода связь с внешним миром. Объезжали, через верх ездили, возили. Мебель переезжали, груз всякий. А сейчас, пожалуйста, в любое время можно привезти, увезти. За 20 лет проживания здесь на даче построили мост. Как хорошо стало. Люди довольны. Все условия создали очень отлично, хорошо. Спасибо руководителям нашей области. Раньше мы по тому мосту ходили, по Висачили. Вот у нас остановка, да, с удовольствием. А потом мы пешком до дома добирались. А то, что сейчас вот эту открыли, будет автобус ходить. Очень даже мы рады. 15 лет мы мучились вот с этим мостом. Детишки у нас падали. Нигде не пройдешь. Ну, сейчас вот прям аж переполняет вот это, как дыхание захватывает от того, что вот до такой степени мы рады. Еще не до строя моста мы уже ходили. Каждый день мы ходили, вот смотрели на вот то, что нам за сколько лет. Мост вообще прекрасный. Прям вообще не знаю. Вечером даже делать нечего, мы идем сюда погулять, потому что освещение тут есть. Вообще красота. Спасибо вам огромнейшее. Мы такие рады, прям даже до слез, честно говоря. На строительство двух мостов потрачены средства из областного бюджета – порядка 600 миллионов тенге. Длина каждого моста – 69 метров, ширина – 7 метра. Строительством занималась компания «Теплоремстрой». Построено очень качественно. Здесь были использованы материалы отечественного производства, арматура, и были вертонные заводы местные. Их продукция здесь была использована. Мост строили 5 месяцев. Работали в течение 5 месяцев 50-60 человек. 10-15 единиц техники. И много агрегатов, оборудования, которые нужны для строительства моста. Строительство – это часть масштабной работы, направленной на развитие инфраструктуры дачных массивов и, как следствие, повышение уровня жизни населения. Всего в пригороде Талдыкургана имеются 12 дачных сообществ. За счет средств местного бюджета ведется работа по обеспечению их качественной питьевой водой, прокладки сетей, электроводки, газоснабжения и ремонту дорог. Встречаясь с жителями дачных участков, Акимобласти отметил, что работа по созданию комфортных условий проживания каждого гражданина будет продолжена. А Акиму города Талдыкурган Амандык Баталов дал конкретные задания по благоустройству территории двух мостов. Потребовал взять на особый контроль снабжение населения газа. Только за 9 месяцев текущего года в Алматинской области порядка полутора тысяч государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности. Такие нелицеприятные факты наносят ущерб репутации и авторитету всех чиновников. Именно добропорядочность в работе госслужащего занимает особое место, утверждают участники встречи, прошедшей на диалоговой площадке ЖТСУ-Медиа. По словам спикеров, имиджу и статусу госслужащего уделяется особое внимание. Это один из основных направлений деятельности Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан. На имидж чиновника влияет и уровень заработной платы. Для того, чтобы повысить престиж профессии и эффективность работы госслужащих, президентам страны было дано задание сократить их количество на 25% до 1 июля следующего года. За счет сэкономленных средств повысить заработную плату оставшимся государственным служащим. Наряду с этим в стране реализуется концепция «слышащие государства». Она тоже нацелена на улучшение престижа и эффективности госслужащих. Каждый гражданин, у которого возникли вопросы государственным служащим, государственному органу, незамедлительно и оперативно должен получать ответы. Либо, если есть какие-то проблемные вопросы, то государственный орган должен максимально разрешить этот вопрос, либо конфликт на какую-то ситуацию. Вот по этим вопросам, по повышению имиджа и статуса государственного служащего, на сегодняшний день мы организовали вот эту встречу с представителями средств массовой информации и с блогерами. Со стороны блогеров и представителей средств массовой информации тоже было несколько таких хороших предложений, которые мы возьмем в учет в работе. Естественно, при реализации данной концепции мы будем эти предложения обязательно учитывать. 30 проектов за три года. С момента открытия консалтингового центра в области каждый год осуществляется 10 социально значимых проектов. Это стало результатом активных действий неправительственных организаций на ярмарках социальных идей и проектов, где лучшие инициативы обрели поддержку. Примером стали проекты, благодаря которым люди с инвалидностью обрели работу. Эти и другие важные темы обсуждались на областном онлайн-форуме неправительственных организаций. Президент Гражданского альянса области Жанар Нурмуханова подвела итоги деятельности за проведенный год. Она отметила, что из более тысячи зарегистрированных на сегодняшний день НПО только 375 ведут активную работу. По этой причине организаторы планируют увеличить число активных неправительственных организаций. Также в рамках форума прошло награждение отличившейся НПО ЖТСУского края. От лица управления внутренней политики им вручили сертификаты на 200 тысяч тенге. В 2020 году у нас тоже был, несмотря на пандемию, тяжелые эти условия. Тем не менее, мы завершаем этот год успешно. На сегодняшний день, в 2020 году, была проведена ярмарка социальных идей и проектов, где были победители 10 самых лучших социальных проектов, направленных на развитие социального предпринимательства. Эти 10 проектов были профинансированы в размере 1 миллиона тенге. На сегодняшний форум мы подвели итоги конкурса на лучшие социальные проекты. 140 миллионов тенге выделено на реализацию 20 проектов для укрепления межэтнического согласия в Алматинской области. Об этом сообщила директор Дома дружбы Сандухаш Тюсенова на площадке ЖТСУ-Медиа. Один из них – Жержаната ЖТСУ. Он направлен на обучение потенциальных бизнесменов из числа сельской молодежи, азами и тонкостям предпринимательского ремесла. Ведь развитие села, сельского хозяйства в современных условиях невозможно без высокого профессионального уровня. В планах также проведение фестиваля Made in ЖТСУ, созданного показать разнообразие этнокультурных центров края. Также спикер рассказала о проведении международного форума «Крултай». Проект пройдет при участии делегатов из стран СНГ. 80% из всей молодежи проживает в сельской местности. 312 тысяч человек. Мы хотим им сейчас помочь реализовать свои проекты, свои продукты. Как бы упаковать его труд и предоставить площадку, где он это может показать. Мы сейчас выезжаем по районам, встречаемся с этими людьми, смотрим на их продукцию. Потом эту продукцию отбираем. Это всех подряд мы тоже не будем брать. Мы будем брать тот продукт, который потенциально, который как обречен на успех, скажем так. В этом плане мы будем привлекать торговых представителей с других крупных фирм. Этнокультурные объединения формируют общегражданскую идентичность. В Доме дружбы прошла республиканская онлайн-конференция, на которой были подведены итоги проекта, направленного на развитие патриотизма. В течение пяти месяцев Алматинский областной русский центр проводил ряд мероприятий в рамках реализации пилотного проекта. В нем приняли участие представители четырех регионов страны, городов Алматы, Усть-Каменогорска, Петропавловска и Уральска. Как было отмечено, в ходе конференции в рамках проекта для этнокультурных объединений были организованы обучающие тренинги и круглые столы. Члены экспертного совета составили видеолекции «25 лет АНК, 25 добрых тел». А также проведены конкурсы среди журналистов, освещающих тему межэтнического согласия. И, конечно, выбраны лучшие национальные центры, которые еще раз доказали, что одно из главных направлений деятельности АНК – это формирование гражданской идентичности и патриотизма. Мы смогли получить 19 заявок и из них выбрать 4 наиболее достойные. И каждый из победителей получил сертификат на 125 тысяч тенге на приобретение оргтехники. Отрадно отметить работу русского центра города Уральск. Это настолько пласт работы проделан в плане идеологической работы, в плане воспитания подрастающего поколения. Мониторинг качества оказания соцуслуг проходит в коррекционных центрах Алматинской области. Таких в регионе насчитывается порядка 10. Проверку на соответствие стандартам качества уже прошли два из них. Это детские специальные центры Айала в Талгаре и Талгурганский Комкор. В числе мониторинговых групп – специалисты госучреждений и общественные активисты. Ими были выявлены ряд несоответствий с последующими рекомендациями. Если указанные ошибки не будут устранены в срок, нарушителей привлекут к административной ответственности. Им грозит штраф в размере 20-ти месячных расчетных показателей. По словам представителей комиссии, проверки позволяют наблюдать динамику развития каждого опекаемого. И предупреждают возможные ошибки в деятельности педагогических коллективов коррекционных центров. Стандартам оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения утверждено 8 специальных социальных услуг. Это социально-бытовые услуги, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-трудовые и социально-правовые экономические услуги. Жилье на сумму более миллиарда тенге. В Каратальском районе один из крупных объектов для обеспечения жильем населения уже сдан в эксплуатацию. Сдача еще двух ожидается к концу этого года. Как реализуется государственная программа в рамках послания первого президента страны узнавал наш корреспондент. В городе Уштубе по программе Нур-Ужер завершилось строительство 20 жилых домов для социально уязвимых слоев населения. Площадь каждого строения составляет 65 квадратных метров. Подведены все необходимые коммуникации. В целях обеспечения топливом автономных печей на прилегающем участке предусмотрены небольшие склады для хранения угля. Работа начата в марте текущего года. По программе Нур-Ужер выделено 281 миллион тенге на строительные работы и еще 101 миллион на подведение коммуникаций. На данный момент большая часть работы выполнена. До конца этого месяца дома будут сданы в эксплуатацию. Также по программе Нур-Ужер построен многоэтажный дом на 30 квартир. В новостройке имеются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 38 до 68 квадратных метров. По программе Нур-Ужер в августе 2019 года началось строительство 30-квартирного жилого дома. В общей сложности на это выделено 319 миллионов тенге. В конце этого месяца будут закончены работы по благоустройству, и дом будет сдан в эксплуатацию для социально уязвимых слоев населения. В будущем планируется постройка и других 30-ти и даже 60-ти квартирных домов. Общежитие при Бастубинском сервисно-техническом колледже построено в рамках реализации послания первого президента о пяти социальных инициативах. Комнаты в нем просторные и уютные. В каждой секции предусмотрены кухни и санузлы. Оборудованы буфет, прачечная и многое другое. Общежитие предназначено для проживания 50 студентов. Два места предназначены для проживания учащихся инвалидов с их опекунами. Поэтому здесь у нас в данное время 52 места. Общежитие обеспечено библиотекой, спортивным залом, читальным залом, местом отдыха для студентов, спортивным городком на площади. В общей сложности на развитие Каратальского района в этом году выделено более 12 миллиардов тенге. 3 миллиарда 800 миллионов направлены на строительство жилых объектов. 16 тысяч квадратных метров жилье сдается. Из них 6 тысяч квадратных метров, это по программе Нур-Лужер, это 20 домов для многодетных семей. Уже дома построены до конца ноября, месяца будет уже вручены этим категориям. И плюс 30-квартирный дом тоже по программе Нур-Лужер для социальных условий населения. Тоже дом построенный, готовый. Там на сегодняшний день инженерные сети заканчиваются, благоустройство тоже сдается для жителей района. Рустам Аралбаев, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. В Алматы ликвидировали нарколабораторию. Полицейскими Алматы было изъято более 10 килограммов психотропного вещества. В поле зрения полицейских попали трое молодых мужчин в возрасте 26, 24 и 23 лет. Установлено, что подозреваемые изготавливали зелье в стенах обычной квартиры в микрорайоне ЖИЦУ. В спальне производственники хранили химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ. Две магнитные мешалки, различные колбы, вентилятор, а также два радиатора. Третьего подозреваемого задержали на съемной квартире. Подозреваемые взяты под стражу. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного статьей 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Загулявший юный Павлодарец выдумал историю о своем похищении. Информация о пропаже 19-летнего парня появилась в местных пабликах в Инстаграм. Поиском парня занимались полицейские, волонтеры и неравнодушные люди. Люди делали репосты о поиске парня в социальных сетях. Молодой человек нашелся через два дня после пропажи. Как выяснилось, все это время он находился у знакомого. Со слов Павлодарца Альберта Мухаммадеева, узнав, что его разыскивает полиция, он позвонил своей супруге и матери. Однако, испугавшись ответственности, выдумал историю о похищении и насильственном удержании. Позже парень записал видеообращение, в котором утверждал, что никому претензий не имеет. По данным полиции, при визуальном осмотре на теле молодого человека следов побоев и насилия не обнаружили. Девушка из Шымкента претендует на звание лучшей модели Азии. Ясмин Наркулова принимает участие в ежегодном конкурсе «Фестиваль моделей Азии», который проходит в этом году онлайн. Изначально в казахстанском кастинге принимали участие модели из всех агентств страны. В итоге первый отбор прошли 12 человек. Из них отобрали двух девушек и одного парня. Но в итоге в финал прошла модель шымкентского агентства «Сулу Моделс». Отметим, что международный конкурс среди моделей проводится с 2006 года в Южной Корее и считается одним из самых крупных и престижных. Финалисты конкурса получают предложения от мировых брендов на рекламные акции, фотосессии и видеосъемки. В Италии коронавирус стал поводом единства для населения. Система здравоохранения перестала справляться с потоком желающих сдать тест на вирусоносительство. Но на помощь народу пришла католическая церковь. Ее иерархии предложили проводить тесты в соборах. Следом инициативу подхватили различные ассоциации и НПО. Следующими в эстафете добра и здоровья стали сами итальянцы. Сейчас многие жители страны оплачивают тест на коронавирус за себя и за тех, кто придет позже. Эта традиция схожа с той, что родилась в Неаполе сразу после войны и просуществовала все это время. Заказывая чашку кофе, люди оплачивали второй, а то и третий экспресса. Это для тех, кто мог зайти в бар следом, но у кого могло не оказаться достаточно средств. Пациентка с коронавирусом родила двойню, находясь в коме. Попавшая в реанимацию женщина из Британии была на 26-й неделе беременности, когда заразилась ковидом. Ее поместили в палату для беременных с пандемией. Женщине становилось все хуже, она не могла самостоятельно дышать. Ей сделали кесарево сечение и погрузили в искусственную кому. Девочка Палмер и мальчик Паскаль родились 10 апреля в возрасте 26 недель и весили меньше килограмма. Они были помещены в инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных. Женщина провела еще 16 дней в отделении интенсивной терапии. На сегодняшний день роженица и малыши выписались из больницы и выздоравливают дома. Первый официальный визит на министерском уровне представителя королевства Бахрейн в государство Израиль. Глава МИД Бахрейна в ходе совместной пресс-конференции призвал к возобновлению мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. Во время переговоров израильская сторона подтвердила намерение открыть посольство в Манаме, столице Бахрейна. Само королевство Бахрейн, как ожидается, вскоре откроет диппредставительство в государстве Израиль. С начала декабря будет установлен режим электронных виз между двумя странами. В середине следующего месяца между государствами стартует регулярное авиасообщение. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин